Но обратите внимание, что в алгебре H4 от R все четыре формы явным образом присутствуют, и из формальных соображений предпочтение одной из них отдать нельзя. Характерно, что именно все четыре формы. А есть ли пространство, в котором какая-то из форм объективно, не по интерпретации, а по своей природе, играет доминирующую роль? На первый взгляд, одной из проблем Финслеровых пространств является наличие выделенных направлений, по которым свойства пространства отличаются от свойств этого же пространства, но по другим направлениям. Говоря иными словами, Финслерово пространство, а не затропно. Мы же в обычной жизни сталкиваемся с тем, что ни одно из направлений ничем не лучше другого, то есть наше пространство полностью изотропно. Из того же исходит и теория относительности. Однако пространство Минковского, с которым работает эта теория, все-таки имеет одно выделенное направление. Это направление – время. Ведь в теории относительности мы имеем дело не просто с трехмерным пространством, а с четырехмерным пространством-временем. Изотропным тут оказывается только подпространство на размерность ниже. Наличие этого выделенного направления хорошо видно, скажем, на изображении в трехмерном пространстве Минковского, аналога обычной сферы. Тут сфера принимает вид двухполосного гиперболоида, две части которого никак не связаны между собой. В аналогичном финслеровом пространстве гиперболоид уже не двух, а восьмиполостной. Но есть ли между ними принципиальная разница? Мы воспринимаем наше пространство-время с позиции нестороннего наблюдателя, как это делает теория относительности и математики при анализе финслеровых пространств, а с позиции наблюдателя, погруженного в это пространство-время. Поэтому и видим его изотропным. И с этим возникает вопрос. А если мы представим себе наблюдателя, живущего уже в явно анизотропном финслеровом пространстве с метрикой Бервальдемора, не получится ли так, что и его N-1-мерный мир окажется почти изотропным и похожим на тот реальный мир, который нас окружает? Детальный анализ геометрии финслерового пространства с позиции такого наблюдателя показывает, что она не так уж и далека от тех физических представлений об окружающем нас мире, к которым мы привыкли. Для наглядности этого вывода можно использовать прием, который широко используется в теории относительности. Вместо четырехмерного – рассмотреть трехмерное пространство-время. Один из основных объектов специальной теории относительности – световой конус. Это область, в которой распространяются световые лучи, проходящие через фиксированную точку. В трехмерном псевдоэвклидовом пространстве Менковского эта область имеет вид чем-то похожим на песочные часы, два конуса, которые соприкасаются вершинами. Возьмем инерциальную систему отсчета, то есть систему, связанную с телом, которое движется с постоянной равномерной скоростью. Тогда любую такую физическую систему отсчета в псевдоэвклидовом пространстве можно изобразить прямой линией, которая проходит внутри этих световых конусов. При этом, если вертикальную ось связать с условно-неподвижным наблюдателем, то любая другая линия внутри этих конусов будет восприниматься им как объект, удаляющийся от него с определенной скоростью. И чем больше наклон такой мировой линии, тем большей скоростью с точки зрения наблюдателя обладает этот объект. А в пределе, когда мировая линия лежит на световом конусе, скорость такого объекта по отношению к нашему наблюдателю равняется скорости света. Согласно постулатам теории относительности, движение тел со скоростью больше световой невозможно. Мировые линии таких запрещенных с точки зрения теории относительности объектов проходят за пределами светового конуса. Аналогичное построение можно сделать и для трехмерного Финцлерового пространства. Первый примечательный момент. Световой конус здесь выглядит уже не как конус, а как две пирамиды с сопряженной вершинами. Ну и тут можно найти область, в которой мировые линии по отношению друг к другу воспринимаются как объекты с досветовыми скоростями. И снова, чем больше наклон мировой линии, тем больше скорость объекта по отношению к условно-неподвижному наблюдателю. А в пределе, при движении объекта со скоростью света, мировая линия оказывается на границе такого светового конуса, то есть на боковой грани пирамиды. Другой примечательный момент. Там, где по специальной теории относительности должна быть запрещенная система отсчета, в Финслеровом пространстве ее мировая линия оказывается в окружении абсолютно аналогичных пирамид, только боковых. Это следствие симметрии той фигуры, которая является световым конусом данного пространства. И это приводит к тому, что любая инерциальная система отсчета, связанная с любой прямой линией, тут может восприниматься как физически возможная. Отметим, что для четырехмерного Финслерового пространства аналог светового конуса также имеет вид двух пирамид, только пирамид уже не с тремя гранями, а с четырьмя. Но вернемся на измерение ниже, поскольку в четырехмерном пространстве представлять что-то все-таки не так просто. Возьмем теперь два световых конуса пространства Минковского и пересечем конус будущего, вершина которого направлена вниз, с конусом прошлого, вершины которого направлены вверх. Получится фигура, похожая на детский волчок, а пересечением двух конусов окажется плоская окружность. С точки зрения физики, эта окружность является местом точек светового фронта, который может зарегистрировать наблюдатель, находящийся в вершине верхнего конуса, при условии, что вспышка была произведена в момент, который соответствует вершине нижнего конуса. То есть это изображение светового фронта в трехмерном пространстве времени. Ничто не мешает аналогичным образом трактовать пересечение двух световых пирамид трехмерного финслерова пространства. Берем пирамиду будущего с вершины, направленной вниз, и пересекаем ее с пирамидой прошлого, вершина которой направлена вверх. И вместо волчка получаем обычный трехмерный куб. А линии пересечения световых пирамид оказывается уже не плоской окружностью, а изломанной в пространстве замкнутой трехмерной линией, которую можно интерпретировать как аналог светового фронта в обычном пространстве времени. Изломанный световой фронт может показаться полным абсурдом, ведь ни одно из привычных нам ощущений не подсказывает идеи того, что свет распространяется по каким-то граненым направлениям. Однако видел ли кто-нибудь световой фронт со стороны? Немысленно и не в голливудских фильмах, а именно наяву. Вряд ли. И быть этого не могло, потому что для такого наблюдения нужны сигналы со скоростью большей скорости света, которые физике неизвестны. Мы можем использовать только световые лучи. А используя световые лучи, наблюдать, как они сами распространяются, просто невозможно. Другой вариант – встать на позиции стороннего наблюдателя, то есть подняться над пространством времени, например, в дополнительные измерения. Однако мы – живые люди, которые на это не способны. Поэтому никто и не может похвастаться тем, что смог хоть раз увидеть, как именно распространяется световой фронт. И это обстоятельство оставляет возможность замены моделей сферических световых фронтов на такие, которые представляют собой ломаную поверхность. Пересечем теперь не световые конусы, а два гиперболоида. В псевдоевклидовом пространстве эти гиперболоиды пересекаются также по плоской окружности. Только в данном случае эта окружность соответствует фронту сигналов, которые распространяются со скоростью ниже световой. При пересечении двух гиперболоидов трехмерного финслерового пространства мы получаем уже не ломанный шестиграник, а сложную фигуру с округлыми краями. Это также фронт волны с досветовой скоростью, но только в финслеровом пространстве. Чем ниже скорость распространения сигналов, тем меньше гиперболоиды и тем меньше окружность в псевдоевклидовом пространстве. И что примечательно, два маленьких гиперболоида финслерового пространства пересекаются по практически такой же плоской окружности. Это говорит о том, что наблюдатель, который живет в таком трехмерном финслеровом пространстве времени, фиксируя сигналы с низкими скоростями, будет видеть те же самые круги, что видим мы, когда бросаем камень в воду или наблюдаем за ударной волной после взрыва. Никаких изломанных фронтов не будет. И здесь получается практически полное соответствие с той физикой, к которой мы привыкли. Пусть теперь наш неподвижный наблюдатель в трехмерном псевдоэвклидовом пространстве времени в некий момент минус t отправил в разные стороны сигналы с разными скоростями, которые вернулись к нему в момент времени плюс т. Тогда его двухмерное физическое пространство это плоскость перпендикулярной оси времени. Концентрические окружности это точки физического пространства, равноудаленные от наблюдателя с его точки зрения. А радиальные прямые это те лучи, по которым от него будет удаляться тело, не испытывающее силового воздействия в его физическом мире. Аналогичное построение можно сделать и в трехмерном финслеровом пространстве времени. Но с точки зрения наблюдателя, который имеет на одно измерение больше, физически